вообще стероидом меня на стрелке меня назвали подписывали там такие легендарные конечно прозвище давали этом прозвали супер стероид и так как уже какая-то фан база у меня уже было чтобы немного созвучное было с астероид просто рек мне предложил астероид я изначально хотел другое прозвище тоже немного связанное с космосом я хотел назваться марс вышло тоже неплохо приелась и нормально меня устроило самый первый спорт моей жизни появился в пять лет занимался до 8 лет это было тэквондо я помню первые даже свои соревнования пришел а я никогда не любил когда приходили мои родители я всегда говорил так не приходите я буду сам вот и до сих пор это так я не люблю когда приходят мои друзья родственники когда они потом свои эмоции как-то узко не все так не по себе становится когда все это слышу на своих первых соревнованиях я помню я разбил чуваку лицо он заплакал я заплакал вместе с ним мне было лет на 7 мне даже меньше 6 бросил я потому что у меня воспалились гланды мне их вырезали ты на пару лет я забросил спорт потом опять вернулся в тэквондо и занимался до 14 отцу нравилось то что я этим занимаюсь но когда ему говорил то что хочу пойти там на бокс или борьбу он был против ну как их наверно распространенное мнение там поломаешься бошку отобьют и так далее профессиональную карьеру я решил войти в 25 лет до этого я никогда не думал что я буду заниматься профессиональным спортом так как я когда рос в узбекистане в моем городе особо не было возможности про прорваться спортсменом а тут я увидел какие-то выходы можно зарабатывать на этом деньги и в 25 лет я подумал если я до 26 лет не стану зарабатывать деньги на своих боях то завяжу с боями и все и да и через полгода мне исполнилось 26 я получил первые деньги первый свой гонорар за бой первый поединок на топ-дог это был первый турнир я увидел тизер анонс боев анонс турнира первого на парковке который происходил меня привлекла эта атмосфера это было что-то ну необычное я смотрел до этого много какие организации много турниров но меня так не цепляло а тут все так не знаю по-пацански все так приземленно ко мне казалось да тогда я решил попробовать себя там я уже был заочно знаком с организатором с рэгом мы вместе выступали на одном турнире на стрелке я увидел у него stories что ему требуется тяжи я ему написал и он меня пригласил тут док я выбрал потому что тот момент такого еще нигде не было то есть это первая лига на кулачных кулачных боев и это было необычно это было стильно это было красиво и это было жестоко так и хотела себя попробовать в этом хотел узнать чего я стою наверное так можно сказать можно выразиться вот это красиво мне понравилось это свой первый бой я помню ехал в метро со мной было два моих друга с кем я периодически занимался я вообще не понимал куда еду что сейчас будет не просто написали время место и мы приезжаем туда там ну были уже ребята которых я знал какие-то медийные пацаны я впервые встретился с медийными достаточно бойцами в этом лофте я помню это был лофт все так как будто в гараж какой-то приехал увидел своего соперника макса мы с ним поздоровались я помню познакомился с некоторыми ребятами начал разминку я помню ко мне подошел чувак он не выступал но он был с кем-то спать поддержка с какого-то бойца ты еще приехал на соревнования по бодибилдингу потому что у меня тогда была форма такая мыши на игру часто увижу короче на какие соревнования по бодибилдингу я приеду приехал на самом деле я не понимал куда я приехал я не понимал где я просто все как-то быстро 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 я не было как сейчас такого волнения перед боем тогда я помню вообще волнение не чувствовал думал обычная как бы тренировочка сейчас выступлю подерусь и все про первый бой я могу сказать мало я вообще ничего не помню практически я помню подошел к сену меня намазали вазелином я зашел и все обрыв и дальше идет у меня воспоминания я сижу в раздевалке и мне разрезают бинты на руках я не помню как прошел бой как я дрался что я говорил после боя все это я увидел только в записи на ютубе но я помню эмоции наверное действовал не мозгом и эмоциями поэтому я все забыл я помню какой-то был фейерверк для меня за последнее время моя жизнь до этого боя наверное была такая вяло текущая а это был такой прям всплеск и поэтому наверное все забыл когда вышел мой бой на ютубе я бы сказал так моя жизнь до этого и после того как вышел бой но это до и после можно так разделить потому что все моя жизнь по практически поменялась я перестал жить так как я жил тогда и мне начали писать люди там спрашивать всякие вещи восхищаться и так далее но это было классно мне понравилось я конечно свой бой сразу не смотрел все люди все мои знакомые посмотрели а грино чего норм нормально короче но сам я не смотрел я не люблю смотреть свои бои мне кажется что это всегда я дерусь так себе мне мне всегда так кажется неважно сейчас бой тогда бой всегда я вижу все свои минусы все свои недостатки и за что я не люблю смотреть поражение первое вообще абсолютно не тяжело мне принялась потому что но я чувствовал что получил намного больше больше чем победа наверное я получил столько эмоций столько опыта за этот бой скорее всего я уже был готов до того как судья поднял руку макса я уже был готов к тому что я проиграл потому что но это было очевидно что я проиграл для меня второй мой поединок я помню хорошо я постоянно лез вперед и у меня была дикая мотивация вырубить своего соперника потому что я проиграл свой предыдущий бой и мне хотелось реабилитироваться полностью я постоянно пер вперед пар нарывался на какие-то удары но я вообще абсолютно ничего не чувствовал мне хотелось еще 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 в общем я тогда выложился но в итоге все равно бэк мне показался тухловатым в том бою победа да мне ничего не дала разочарование от боя просто я не был горд победой многие говорят какая победа это победа какая бы не была там победитель не судят но сам для себя я не чувствовал что я прямо победитель был в тот бой в тот вечер ну бой шел не так как я хотел и я выложился не так как я хотел хоть я и старался я сильно старался но все равно при просмотре я понял что нет это не то все равно не мне нужно лучше мне нужно больше топ-дог 4 я дрался с сазоном вот тот бой тот бой был для меня самый такой грандиозный и до сих пор является самым грандиозным для меня по эмоциям по экшену по количеству травм которые я получил тогда сам турнир прошел классно это было необычно потому что всех бойцов то есть с одного угла с другого разделили в разные раздевалки мы я удивился так этому обычно до этого мы все сидели в одной что и чтобы дойти до клуба где мы дрались нужно было пройти через всю весь завод арму где мы где проходил турнир и шов помню уже вечер был и иду в перчатках перевязанными руками люди просто смотрят я как этот фильме снимался чувствовался актером зашел туда в газгольдер вышел и показал настоящую бурю эмоций характер просыпается в нескольких моментах когда ты у тебя какая-то травма бою и ты уже готов отступить там перелом или к это сильная сечка или там нос у тебя вывернулся или сломался вот то есть это явная причина для остановки боя но ты не даешь своему сопернику понять то что тебе больно тебе там плохо от этого чтобы он не почувствовал уверенность что он побеждает в том бою я почувствовал характер свой уже в третьем на на раунде когда моя выносливость просела просто в ноль я просто стоял и принимал удары лицом в принципе весь бой так проходил но в том в третьем раунде я помню что я просто пытался кидать руку свою и принимал в ответ два удара в лицо в тот момент наверное проявился мой характер даже сколько бы ударов не принял тогда в лицо я не не сдам назад и не сдам бой свой когда я узнал что мой соперник казах причем насколько я помню это он предложил этот бой обосновав это тем что ему хочется драться с ребятами потяжелее но я сразу принял этот бой как и все остальные но он тогда я думал что этот бой для меня не будет каким-то особым вызовом после боя с сазоном мне в принципе любого в любого бойца то есть я не не считал что будет тяжело потому что после такого боя мне как будто горы по колено знаешь такое прошел через такую через такую войну и ну что там казах думал когда прозвенел гонг я помню первый раунд и второй было все супер хорошо супер легко я моментами хорошо попадал чувствовал удары не чувствовал свои удары и не чувствовал его а потом по моему во втором раунде понял что просто у меня как будто бы иссякли силы и я начал понимать то что я не вывожу уже этот бой но так и случилось и не вывез все не могу сказать что-то еще но я не хочу вспоминать но это были грустные эмоции я не хочу это тяжело вспоминать очень много я тогда на себя возложил скажем так я уже все заранее праздновал победу всем сказал все ребята все будет окей я еще выиграю я очень сильно разочаровался и все после того поражения я хотел на какое-то время просто забыться от этих боев отойти но получилось это ненадолго буквально через неделю я уже хотел реабилитироваться и снова провести бой потому что я был очень расстроен и начал тренироваться просто два раза интенсивнее все когда мне сообщили что мой соперник арон я вообще даже не знал кто это я посмотрел его бои оказывается у нас общий бэкграунд мы оба выступали на стрелке но не сказать что он на меня произвел какое-то впечатление но и пол что уровень моего бокса его разные то есть он лучше боксирует меня и вообще в целом уровень его бокса выше чем предыдущих моих соперников помню перед боем я так волновался сильно я подумал блин если я второй раз проигрываю сейчас после боя с казахом я ухожу короче потому что не смогу реабилити реабилитировать себя реабилитироваться сам перед людьми и так далее вот поэтому я очень сильно волновался переживал но я вышел на бой начался бой я помню я вообще не думал как и в первом бою все так прошло я не знаю так я как будто был в потоке знаешь такое есть понятие быть в потоке я кайфовал во время боя несмотря на то что я очень сильно переживал перед этим и бой закончился под мою диктовку после боя с хороном я считал то что я могу конкурировать теперь с бойцами которые вновь приходящие которые уже чуть выше опытом чем все мои предыдущие даже не чуть выше а намного выше опытом чем тем с кем я дрался до этого думал что могу подраться за перстень и заслужить его амбиции были только побеждать я хотел дальше продолжить побеждать получать больше денег больше известности в медиа я хотел быть там действующим лицом миликать во всех медиа ресурсах но от топдога я никогда не видел себя бойцом другой организации если выбирать голые кулаки то я выбираю топдог я в этом уверен до сих пор и тогда был уверен абсолютно на сто процентов когда мне объявили что я буду драться против самурая ну как это было мне написали такой ок значит нужно еще больше пахать вот так это как это было не было для меня какого-то страха перед ним что он там три боя подряд выиграл там в двух нокаутировал так далее то есть я полностью знал свою историю все бои смотрел до этого и где-то уже подкорки своего мозга понимал что но все равно нам придется встретиться так что я уже был готов на на к этому вызову я был рад рад тому что я смогу себя проверить на действительно достойном сопернике поединок самураем для меня был в эмоциональном плане очень разным я бы сказал с моментами я очень сильно волновался моментами радовался тот поединок первый раз вышел с мечом со своим это очень тоже на меня так повлияло мне это очень сильно понравилось то что уже есть образ люди меня с кем-то ассоциирует но сам поединок прошел очень очень тяжело первые два раунда я помню только третий раунд первые два раунда когда я уже смотрел до после боя и когда еще не видел я думал что вы выступил очень плохо а потом пересмотрев я заметил что некоторые плюсы все-таки есть я этому обрадовался даже несмотря на то что проиграл после боя с самураем я помню я лежу на скамейке в раздевалке вокруг друзья моя команда кололи 2 2 шприца лидокаина после того как мне вкололи их я помню прям прилив такой эйфории я лежу кайфую улыбаюсь но по состоянию моему конечно не скажешь выглядел я тяжело но тем не менее чувствовала себя прекрасно почему-то я помню я сказал своему тренеру и другу тип ты меня еще будешь тренировать или нет но я думал что я выступил так плохо что мне казалось что весь мир вообще от меня отвернулся наверное это как всегда мы то что я на всегда на себя возлагаю большую ответственность сейчас уже это не так стоило ли она того определенно да и я считаю то что этот путь этот опыт я должен получить и этот путь и должен пройти чтобы закалиться чтоб я посмотрел на какую-то проблему сказал я проходил через такое для меня это пустяк поэтому я обязан пройти этот путь я верю в удачу но это не так что кому-то везет кому-то не везет а ты должен сам выстроить свой путь так чтобы к тебе пришла удача то есть ты сам должен к ней тянуться удача любит подготовленных в казани в моем реванше с вдв удачи абсолютно точно не было было много волнения вот все что было я думаю слов не надо просто можно посмотреть было на мое лицо после того как врач огласил то что много не стоит продолжать дальше бой тяжело было принять решение время боя когда я понял то что если я продолжу дальше что что-то может произойти с моим с моей травмой с моим глазом вот то решение было тяжело принять когда я остановил бой показал что-то не то потому что ну очень огромный путь и был проделан чтобы этот бой состоялся для меня но потом когда уже будучи в травмпункте после боя когда мне вправляли нос травматолог сказал что ты сделал правильное решение с вдв история скажем так я отложил его то есть до этого два года я шел за ним не знаю почему у меня не было какой-то личной неприязни что-то такого просто мне хотелось подраться еще раз не просто бы горел желанием сейчас скорее всего до закрыта я не хочу за ним гнаться и меня я хочу просто идти по своему пути дальше ставить новые приоритеты ставить новые цели александр север очередной соперник просто очередной вызов боксер прямолинейный встроенный в рамки следует по правилам ну готовлюсь я ну я думаю банально не буду говорить то что там я там подстраиваюсь и так далее нахожу какие-то фишки его там трещины в его и так далее это это все неважно морально я себя настраиваю на то что в этом бою я могу оставить много здоровья я готов к тому что может пролить пролиться много крови очень много больше чем в предыдущих моих боях и готов к драке то есть тут основной настрой для меня именно моральный я к нему готов как переживают за бойца его близки вот этого люди не видят а это очень морально тяжело для людей бойцу что он не чувствует боли что для него эти переломы он готов к ним переломы там носа свечки рук и так далее но как перед переживать за него близки я этому на себе знаю мои родители никогда об этом не говорят но я об этом знаю всегда с детства и вот этого люди не видят мне кажется если бы это как-то люди это видели они бы немного иначе относились к бойцу более наверно сердечно наше чувство и думаю постоянно когда человек падает от моего удара я чувствую себя героем боевика знаешь такой в очках солнцезащитных которые не смотрят на взрыв он идет а сзади него просто все взрывается вот это то что я чувствую как я уже сказал в этом бою я готов к травмам готов получить много урона и оставить всего себя в этот раз я не буду полагаться на удачу как правило она ставит не палки в колеса в этот раз я просто буду диктовать весь поединок сам будет драка с моей стороны будет драк вы не увидите бокс это будет драка приятного просмотра а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok